Юркий и маневренный пылесос вычищает каждый сантиметр улицы. За день успевает привести в порядок до 30 тысяч квадратных метров тротуаров. За чистоту на дорогах отвечают более габаритные машины. Этим летом в городе стало легче дышать, делится Екатерина Чуйкова, которая каждый день начинает с пробежки. Бегать стало действительно комфортнее. То есть нет вот этих вот там мусорка разваленных. Более приятно, конечно, становится тренироваться в таких условиях. Если пылесосят улицы, обязательно моют и остановочные площадки, очищают от мусора дороги, борются с сорняками и аллергенной травой. Внимание всем районам и центральным, и отдаленным. Такой стандарт работы задал глава администрации Самары Олег Фурсов. Горожане заметили результат. Солнечные наши, да, без конца стригут, вижу, убирают траву. Что-то делают, да, все лето. Я вот, у меня внук в садике, я тут постоянно, каждый день хожу, да, чисто стало. В среднем 250 человек и 120 поливомоечных машин выходят на уборку всех районов Самары. Помимо того, что нужно убрать город, нужно его содержать и поддерживать порядок в городе. Поэтому работы ведутся круглосуточно. Сейчас МП благоустройство получил новую технику, порядка 53 единиц. Новые модели, которые разработаны, которые более удобны, более компактны, они вот впервые появились. С конца октября наводить чистоту в городе будут, учитывая осенне-зимнюю специфику. Парк уборочной техники пополнится новыми машинами, в том числе снегоотбрасывателями. Еще одно новшество – отказ от использования песко-соляной смеси в центре Самары и переход на современный реагент Бионорд, что должно весной избавить город от пыли и грязи. Марьяна Мирная, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.